Всех приветствую. Меня зовут Джордж. Я тоже из Нидерландов, но живу сейчас в Испании. Я уже даже не знаю, сколько дней сижу в карантине. Я очень горд тем, что сегодня с нами поговорит наш директор Йохан Стайлфон Холстайн. Он очень занят, и ему сложно выделить время для разговора с нами. Я видел, что он уже здесь в Zoom. Так, сейчас я ему предоставлю микрофон. Вот и Йохан. Добро пожаловать. Я жду вас. Слышите вы меня? Спасибо вам большое, что вы решили выделить для нас время. Мы знаем, что вы очень заняты, и мы знаем, что вы все время работаете. Вы вообще когда-нибудь спите? Да, я сплю, но мне приходится много работать. Но вы знаете, нам приходится много работать, потому что сейчас очень большая конкуренция, сложный мир. И если вы хотите быть успешными, нужно работать очень усердно. Это правда жизни. И вы для нас настоящий пример. Мы знаем, что вы очень усердно работаете. Я знаю, что у вас было нелегкое время. И я знаю, что вы не любите об этом рассказывать, но сейчас идет, свирепствует коронавирус. И я знаю, что вы болели им, и вы победили. Да, я переболел. Знаете, большинство людей, у них даже нет признаков болезни. Но чем старше вы становитесь, как я, да, это сказывается на здоровье. Я три недели пролежал с температурой. Температура была то повыше, то пониже. Но три недели было сложно болеть. И у меня, как у большинства пациентов коронавируса, был очень ужасный кашель, и я прям умирал от него. Я думаю, что важно знать для всех, когда вы заболеете, и вы знаете, все заболеют им. Никак не получится его избежать. Даже самоизоляция не поможет ее избежать. В конце концов, все переболеют. И знаете, 90-95% даже не почувствуют, что у них был коронавирус. 4-5% будут средне болеть. И меньше 1% умрут. Но те люди, конечно, это уже очень старые и больные, как правило, которые умирают. Я думаю, конечно, в мире слишком драматизировали эту ситуацию. Я, конечно, не иммунолог и не доктор. И я не знаю особо ничего об этих вещах. Я думаю, что у каждого есть право иметь свое мнение об этой теме, потому что это не только вопрос здравоохранения, но вопрос о том, что все экономики были перевернуты с ног на голову, разрушилось много семей, много бизнесов, даже еда исчезла со столов у людей. Я думаю, что эту панику слишком раздули. Думаю, политики сделали это для того, чтобы показать, насколько они сильны, как они могут принимать решения. Но это все было очень неправильно. В Швеции так не делали. Правительство сразу сказало, что все равно все заболеют, и что уровень смертности будет очень низкий. Я считаю, это правильнее, потому что есть еще много аспектов, кроме выживания людей. И как бы это ужасно ни звучало, но мы все когда-то умрем. И моя единственная рекомендация, это когда вы заболеете, оставайтесь дома, будьте в кровати, расслабьтесь, не делайте упражнения, не работайте. Так что не переживайте, это не такая страшная болезнь. Через 12 дней она должна пройти. И как я сказал, у большинства даже температуры не будет. Да, но то, что нам показал этот COVID, это то, что все компании должны быть пластичными, и мы все гордимся Crowd1, насколько она приспособлена к такой ситуации. И мы увидели невероятное онлайн мероприятие, и там я увидел вас на сцене, и так обрадовался, когда вы там были. И сегодня те люди, которые не видели его, имеют возможность посмотреть это мероприятие, переведенное на 4 разных языка. Так что если у вас есть те люди, которые не видели его, скажите, чтобы они зашли в свой кабинет и посмотрели перевод с субтитрами. И это здорово, что мероприятие было организовано онлайн, потому что сейчас никто нигде не может собираться, а мы посмотрели такое прекрасное мероприятие. И узнали много важной информации. Да, я думаю, что то, что здесь Crowd1 показал, это настоящий дух предпринимательства. Он умеет приспосабливаться, реорганизовываться, заново делать что-то и не сдаваться, а также всегда находить новые решения для проблем. И это то, что мы хотим передать нашим партнерам. Здесь очень важно быть посвященным, открытым к изменениям, легко находить решения различным проблемам, быть открытым для новых возможностей и никогда не сдаваться, работать очень серьезно. Прошедшее мероприятие было классное, у нас будет еще лучше следующее событие. Так что нужно приспосабливаться к разным изменениям. И я считаю, что основание Crowd1 это его возможность дать работу онлайн, сохраняя расстояние между людьми. Для нашей компании это просто золотое время, потому что наша компания как раз предназначена для того, чтобы работать, сохраняя дистанцию. И мы хотим, чтобы вы были социально ответственными. И я хочу, чтобы наша компания сохраняла вот это расстояние, чтобы мы помогли людям избегать, насколько можно этот вирус. Хотя в итоге все равно мы все заболеем, даже если мы получим вакцину, все равно он будет возвращаться, возможно, даже каждый год. И нам нужно приспосабливаться к работе в мобильном мире. Нам нужно работать изолированно, социально, так что, возможно, так будет теперь навсегда. Мы хотим быть ответственными, социально вовлеченными, и хотим показать, что мы посвящены тому, чтобы помогать людям так, как мы можем во всех частях света. Да, мы уверены в этом. Крауд One и его руководство знают точно, куда идти. И, конечно, это направление не всегда легкое. На пути стоят большие препятствия, и нам нравится, что вы всегда можете найти решение. И поэтому мы всегда уверены, что вы достигнете того, что вы поставили перед собой. Так где мы сейчас? Знаете, мы не знаем всего, но мы знаем, куда мы хотим идти, мы знаем, где мы хотим оказаться, и мы знаем, что вы хотите. Вы хотите работы, вы хотите прибыли. Нам нужно найти вам продукты, которые вы сможете продавать, чтобы вы могли зарабатывать хорошие деньги. Также вам нужны продукты, которые вы можете использовать, которые полезные для вас, эффективные, дешевле. Нужны такие продукты, которые вы будете рекомендовать, потому что не все будут продавать. Нам нужно, чтобы было больше продуктов, которые вы можете продавать, для того, чтобы люди были более посвящены нашему бизнесу и хотели продавать его. Особенно нам важно, чтобы те люди, которые хотят строить свои сети, могли иметь продукты, целый ряд продуктов, и люди могли бы использовать свои знания, опыт, и так бы мы могли распространять эти продукты по большим регионам, без дорогостоящей рекламы, обходя таких монополистов, как Google и Facebook, Кремниевый долин, ведь сегодня стоимость приобретения клиентов выплачивается из ваших карманов, как на оценку за продажу. И когда эти продукты приходят на ваш рынок через 10-15 лет, и без такой сети они бы приходили на 10-15 лет позже. И у нас непростая задача. Нас критикуют во многих странах, потому что не понимают нашу концепцию. Вначале у нас была проблема с тем, чтобы донести до людей, чем является наша компания. Причина того, почему пришел ICT, и то, почему я хочу заниматься этим, и в чем разница Crowd1 и ICT, в том, что ICT будет полностью соответствовать требованиям всех законов по всему миру. У нас не будет никаких финансовых инструментов, которые противоречат законодательству ни одной страны, так как нас подвергли критики на Филиппинах и в Парагваях. У нас этого не будет. Мы не будем вовлекаться ни в какую противозаконную деятельность. Сегодня у нас уже есть продукты в нашей системе. У нас, конечно, их не так много, как нам нужно, для того, чтобы зарабатывать хорошую комиссию на этом. Но мы очень сильно работаем над тем, чтобы расширять продуктовую сеть, чтобы приумножать их количество, чтобы их можно было использовать для различных сфер деятельности, и вы могли их применять в своей практике, чтобы быть успешными. Мы добавляем журнал, также у нас будут новые игры, и будет еще несколько новых продуктов, которые будут увеличивать нашу прибыль. И вам нужно понять, что это делается не за одну ночь. И я хочу, чтобы вы верили в нашу честность и в нашу долгосрочную перспективу. Я бы не стал работать в такой компании, в которой нет основного интереса нести хорошие вещи в общество, которая устойчива, гибкая к изменениям, которая будет помогать расти экономике различных стран, где мы можем дать людям работу, где мы будем давать людям продукты, с прибылью от продажи которых вы сможете жить. И особенно, если вы будете строить большие сети. И помогайте, пожалуйста, вашим нижестоящим становиться успешными. Вам, как лидерам, тоже нужно показывать ответственность, такую же, как мы показываем, чтобы ваши нижестоящие партнеры тоже работали. И, пожалуйста, терпение. Нас сильно критикуют, потому что многие конкуренты хотят, чтобы мы исчезли. И они хотят, чтобы у нас не получилось создать продукты, которые мы делаем. Но мы докажем всем, что все вместе мы удивительная команда. Я даже знаю, что многие люди хотят быть частью Крауд Ван, не для того, чтобы потреблять или рекомендовать, или продавать, а просто быть частью Крауд Ван, которые очень любят эту компанию. В Азии, в Африке. И я не могу дождаться, когда я поеду в Южную Америку. Все люди у нас очень посвящены делу, которые хотят объединять людей вокруг себя, хотят помогать людям нижестоящим, хотят поднимать уровень жизни своих людей. Мы, я и моя команда готовы надорваться, чтобы найти вам нужные продукты, и чтобы ответить любому правительству в мире, любой критике. Если они найдут что-то не то в нашем бизнесе, мы готовы меняться, чтобы соответствовать тем требованиям тех рынков, в которых мы находимся. Так что, если мы находимся в тех рынках, где нас критикуют, вам нужно понимать, что мы будем отвечать тем требованиям, которые есть в вашем регионе. Мы работаем с невероятной скоростью, чтобы обсуждать эти вопросы и решать определенные вопросы, специфичные для той или иной страны. Есть несколько стран, в которые мы не сможем войти надолго или вообще никогда. Такие, как Америка и страны, которые запрещены по политическим причинам, но во всех странах, где мы присутствуем, мы будем стараться изо всех сил отвечать всем законам этих стран. Если это будет невозможно, придется нам выходить из этих стран. Но я не думаю, что есть страны или есть очень мало стран, где мы не сможем решить эти проблемы с законодательством. И могу я вам дать один совет. Запомните. Очень важно в это время года сдать все налоги, все налоговые декларации и заплатить налоги. Это указано в нашем договоре, что вы обязаны сами сдавать свои налоги в тех странах, где вы живете. И если мы собираемся быть успешной, долгосрочной и устойчивой компанией, я хочу вывести эту компанию на международную биржу, чтобы доказать, насколько долгосрочная и хорошая эта компания, которая хочет нести добро в ваши регионы. Вы должны поддерживать нас, будучи законопослушными гражданами и делая то, что вам нужно делать со своей стороны. И я надеюсь, вы понимаете, что это процесс, который мы должны убедить много людей вокруг нас в нашей честности и доказать эту честность через соответствие всем законам и прозрачность. И я гарантирую, что найду вам отличные продукты, чтобы вы могли оставаться с нами на долгое время и могли изменить свою жизнь так, как вы хотите. Ой, у меня был большой список вопросов, но вы уже на все ответили. Но я считаю, что самое главное, что вы сказали, это нам нужно быть терпеливыми, потому что это занимает время, пока вы найдете нужные продукты, особенно со всеми этими ограничениями. Сейчас сложно передвигаться, но я знаю, и я уверена 100%, что вы исполните все обещания и сможете предоставить все продукты, которые ожидаются. Нам всего лишь год, мы практически только открылись. Мы испытываем удивительный рост компании, особенно за последние два месяца, и в принципе вы никуда не можете передвигаться, ничего не можете делать. Но я уверен, что к концу года вы сможете достичь все, чего вы планировали на 2020 год. И мы планируем здесь быть 10-20 лет, до конца нашей жизни. Да, и вот, что я думаю, очень важно понять. Меньше чем полтора года, Крауд Вана, а ICT была запущена 10 декабря, и у нас все еще не улажены некоторые юридические вопросы, чтобы компания считалась зрелой. И в то же время, у нас уже 5 миллионов человек в этой сети. Это самая быстро растущая сетевая компания в мире. И, конечно, она обращает на себя много внимания, и люди критикуют ее и завидуют нам, очень многие люди нам завидуют. И, честно, мне было бы удобнее, если бы у нас был всего лишь 1 миллион, но у нас стало 5 миллионов за полгода. И нужно смотреть в глаза реальности. Мы такая успешная и такая быстро растущая компания, как мы не могли никогда представить. И нам не хватает сотрудников, не хватает продуктов, но у нас все будет решено. Мы все решим по этому поводу. И вам нужно дать нам время. И знаете, если вы начнете маленький ресторан в Швеции, нужно тысячу дней, прежде чем он начнет приносить прибыль. С расчетом на 100 клиентов в день. А здесь у нас 5 миллионов людей в 170 странах, и всего лишь прошло полтора года. Это удивительное достижение, и из-за этого на нас очень большое давление. Если сравнить с Гербалайфом, то у них 2,8 миллиона партнеров в сети, и у них 3800 сотрудников. У нас 5 миллионов партнеров и 45 сотрудников. И нам приходится очень усиленно работать. Нам нужно работать над нашими внутренними процессами относительно технологии. Нам надо поддерживать отношения с нашей командой. И в долгосрочной перспективе все эти мелочи вместе имеют очень большое значение. Вот, например, сейчас в Филиппинах у нас проблема, что они к нам имеют претензии, но мы не можем даже им ничего ответить. И это лишь одна страна из 170. Нам нужно иметь юридическую сеть, чтобы они заботились о юридической стороне наших продуктов. Продукты должны быть интегрированы в нашу систему, чтобы вы могли ими пользоваться. Еще нам надо позаботиться о бухгалтерии, о сотрудниках, о улучшать образовательные программы. Мне не хотелось бы говорить, что вам нужно ждать. Мне не хочется говорить, что нужно больше времени, чем ожидалось. И мне не хотелось бы говорить, что с нашими игорными сайтами есть проблема, потому что в каждой отдельной стране есть свой отдельный закон по поводу игорного бизнеса. Из-за этого процессы удлиняются. Но вы поймите, что у нас 5 миллионов человек, и все они хотят продавать продукты. И вы представляете, мы можем прийти в любую компанию и сказать, мы хотим продавать ваш продукт, а они спросят, сколько у вас людей в отделе продаж, мы скажем, 5 миллионов. Конечно, мы получим удивительные продукты, но сначала у нас, возможно, будут небольшие продукты, потому что нам надо будет протестировать, как это все работает. Возможно, у нас будут какие-то книги, нам надо будет продавать их, но, возможно, мы сможем продать 15 миллионов книг, и это будет небольшая, возможно, прибыль для нас, но мы покажем всему миру, какая сила в нашей компании. Итак, мы откроем дверь для более интересных вещей. Сейчас мы занимаемся теми вещами, которые выйдут в ближайшие недели и месяцы. Сейчас я вам не буду ничего говорить. Йонас ответственный за акции, за продажи, и он самый лучший в своем деле. Я обещаю вам, мы работаем со всем усердием, мы находим самые лучшие продукты, только, пожалуйста, вам остается быть терпеливыми, быть посвященными делу, ответственными, и мы вместе сможем сделать фантастические вещи. Это последнее сообщение было очень сильным. Спасибо вам большое. Я думаю, теперь все понимают, что нам нужно дать компании время. Мы должны понимать, что это сложно, и нам всего лишь год. И это было очень сильное сообщение, чтобы закончить это интервью. Я хочу поблагодарить вас за ваше очень ценное время. Я знаю, что вы невероятно заняты. Сегодня воскресенье, но вы работаете, чтобы помочь нам ответить на наши вопросы. И мы знаем, что вы все доставите, то, что вы нам обещаете. Мы пришли надолго. Да, спасибо вам за вашу работу. Вы делаете действительно важные вещи. Я понимаю, вы очень много работаете. Все топ-лидеры. Я удивляюсь вашей посвященности, вашей страсти, с которой вы работаете. Мы обязательно все увидимся на наших мероприятиях в мире. Не могу уже дождаться, когда я поеду и буду путешествовать. Я вообще очень человек сентиментальный, люблю общаться с людьми. И я знаю вас всех, и я очень действительно хочу вам дать лучшие продукты, чтобы ваша жизнь становилась лучше. Мне бы не хотелось не выполнить обещания. Я хочу, чтобы мои дети гордились мной, когда я помогу вашим регионам стать лучше. Да, мы 100% посвящены делу, 100% сфокусированы. Мы пришли здесь работать долгие годы, и нам нравится то, что мы делаем. Да, большое спасибо вам.